Физкульт привет! Сегодня я хотел оставить свое мнение по поводу документалки Икарус от Netflix То есть это Original Documentary by Netflix В том числе можно увидеть такие фильмы на скачку, но вот этого не было Как же я в итоге посмотрел? У меня нет естественно Netflix аккаунта, потому что не было бы просто времени использовать весь ассортимент и сервис То есть 10 евро уходили бы зря в месяц Я в итоге слямзил аккаунт у сестры именно из-за этой документалки, потому что не нашел ее в свободном просмотре Но они того бы стоили эти 10 евро В том числе, если у тебя... Я вроде слышал, что в России Netflix официально нет, но есть различные трюки, которые позволяют фактически использовать этот сервис В том числе вроде как можно оплатить за месяц через PayPal PayPal есть в России и соответственно все это по интернету должно вроде как работать Не ручаясь, просто загугли Netflix в России Почему еще стоит позволить себе на пару месяцев или вот этот бесплатный месяц Netflix? Потому что он позволяет просмотреть такие замечательные на самом деле документалки, как это заговор и What the Health Самый последний, который... И да, это будет все стоимости Я What the Health купил через Ymeo или Vimeo за 10 евро Тоже абсолютно не зря потраченные деньги, советую И я скажу, когда будут спойлеры, да, сейчас просто совет по тому, о чем эта документалка И в итоге фильм раскрывает глаза на происходящее в большом спорте Допинг, допинг, конечно же, большая тема И в том числе в описании к этому видео вы найдете ссылки на темы, которые я уже раньше озвучивал В том числе о допинге, либо в большом top of the range, да, high-end, или как они все там, эти суперлативы называются Спорт высочайших достижений Но и в любительском велоспорте тоже эту проблематику озвучивал Если не забуду, добавлю И после этого фильма показано отношение, да, отношение к допингу среди самых ответственных людей Самых высших чинов, да, и ты понимаешь в итоге, во что ты вляпался, да Если ты хочешь выступать на самом высоком уровне И в том числе как зритель, ты понимаешь, за счет чего все это делается, да Это машина, существующая за счет денег твоих, да, зрительских, телевизионные деньги и прочее, прочее Ради денег, да Тут не стоит каких-то наивных мечтаний развивать о том, что там кто-то что-то старается и прочее В итоге в конце дня это все ради денег, за счет денег И соответствующе работает без морали, без этики Сто процентов И вот сейчас я уже больше по фильму пойду Поэтому если ты еще не смотрел и собираешься посмотреть То сейчас по паузу Выходи, другие видео У меня почти 600 видео, может другие посмотреть О чем в итоге идет речь Whistleblower, по-моему, это понятие называется Ну, кто смотрел фильмы или следил просто за происходящим о Сноудене, да, случай Сноуден Тот знает, что это такое Это вот человек, который был в системе, да, и в итоге он из нее вырвался и поспешил рассказать всему миру о правде В том числе отличная книжка фоном, задним фоном Я бы прочитал ее перед просмотром этого фильма Это Орвел, 1984 Просто Орвел, по-моему, по-русски 1984, отличная книжка Не подумайте, что она именно вот о том, что сейчас в России происходит Там тоталитарный режим и прочее Она, в принципе, о возможных исходах событий при соответствующем отношении народа к власти Соответствующей активности народа и прочее, прочее Это не обязательно России В принципе, о мире, да, Океания, что там, Евразия и прочее Даже Океания названа обсуждаемая страна, где тоталитарный режим А Евразия, соответственно, вот ее враг То есть, на самом деле, в России же, в Евразии В любом случае, книжку советую тоже прочитать Она не настолько длинная По-моему, я слушал ее, когда 11 часов Мужика выбирайте, отлично вообще читает Немедленно, то есть, мне не было с выражением и немедленно Это, конечно, редкость Это здорово И в итоге в фильме обсуждается вот такой вот человек Который вырвался из системы, да, и решил рассказать о происходящем в мире Относительно допинга Конечно же, речь идет о скандале с русскими спортсменами Российской национальной сборной, там, легкой атлетикой и прочее И о том, что это было или до сих пор есть До сих пор манипулируется, контролируется государством То есть, напрямую указы буквально от Путина, да Исходят никаких теорий заговора, да Там более тысячи случаев доказанных Когда пробы меняли, пробы Б Эти неоткрывающиеся бутылки Которые только специальным инструментом можно открыть Так рассказывают, рассказывают И потом говорят Ну, а как в итоге подменили-то? Ты думаешь, она откуда-то там От какого-то суперпроизводителя не открывается И как же это, русские-то догадались? Она открывается, на самом деле Нет ничего невозможного Но в итоге доказали, что перевернули вот эту бутылку Там царапины были То есть, кто-то действительно открывал все это, подмешивались Тысяча доказательств И все равно, вот, эта информация появилась, да Из кучи проверок, там, ВАДа ВАДа сказала полностью забанить русских, да С Олимпиады Но они участвовали в Рио В итоге этот ИОК, или как он называется Комитет, в общем, олимпийский сказал Ну, нет, мы... нет, нет Вот вам доказательства о том, что Вся сборная, да Буквально вся сборная И больше 50% атлетов Они участвуют в государственной программе поддержки спортсменов, да И вот именно их пробы заменяются на чистые пробы Их никогда не признают Не поймают на допинге Доказательства были представлены Но Олимпийский комитет сказал Нет, там Это просто театр, лицемерие И... да Я тоже не знаю, что ожидать было От Олимпийского комитета еще Если учитывать то, что это, в принципе, все коммерческое, да Какой интерес в итоге Какой интерес у Олимпийского комитета Вообще, тот же чемпионат мира Олимпиады в Рио Показывали в видео недавно смотрел Что там сейчас после Олимпиады После Олимпиады Там стоит вот этот хоу, где бассейн был Бассейн пуст Там мусорка Все высохло, да Буквально на пустыне, да Это в Бразилии, это театр, лицемерие Наверное, это одна тоже из причин Стала, по которой я перестал смотреть Такие виды спорта, как футбол Ну и Олимпиада, в принципе Потому что это, ну да Как я уже сказал Тут деньги, деньги, деньги На месте бы всех думающих, да Болельщиков, которые действительно желают Немножко чистоты в спорте Немножко competition, да Действительно настоящего состязания Настоящей гонки Настоящего соревнований То я бы на ближайшие восемь лет Восемь лет банил бы жестоко Все события, которые только есть В мировом спорте В том числе и в велоспорте Не исключение, абсолютно не исключение Просто чтобы показать свое отношение В итоге кого обманули-то Я не знаю Лично меня бы обманули Потому что ты смотришь какие-то соревнования В том числе я рассказывал, что вот недавно В смысле недавно рассказывал о том, что ставил на спорт А в итоге тебе говорят о том, что все это и так манипулировано Я вдвойне чувствую себя обманутым, да Или чувствовал бы, если до сих пор бы ставил Но не знаю, как ты относишься к этому То, что массивная манипуляция На которую всем наплевать Всем наплевать Высочайшим постам Причем не подконтрольным Путину, России Но, видимо, как-то они все завязаны На одной теме Это один большой бизнес В котором должны все игроки участвовать И как можно меньше проблем Как можно меньше проблем Меньше шума Все плавно Праздник Рио-де-Жанейро Праздник бедноты Или среди бедняков Но явно не для бедняков Этот был праздник В том числе в России То же самое Чемпионат мира Это просто шутка Будь здоров, если ты подержишься Свои мнения по этому вопросу В комментариях О-о-о